Ой, я думаю, это финал. Я думаю, это прям, ну, это станция конечная, знаете, как этот диктор объявляет на ЖД вокзале, элитный поезд, значит, высокоскоростной Владислав 004 прибывает на станцию конечная, дальше пути у нас нету. Блядь, у меня аж слезы потекли. Так, с чего начать? Наверное, с традиционных вещей, да, с культурологических, так сказать, с приветствий. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, меня зовут Найт Гвард, и это, ребята, собственно, возвращение не только в Лонгдарк, а, в принципе, в работу, потому что я, значит, две недели отдыхал, вот, ездил, значит, в культурную столицу Руси, матушки, в Санкт-Петербург, и, вот, отдыхал. Наверное, это, по мне, видно. Счастливое лицо, немножко загоревшее, совсем чуть-чуть, вот, потому что я был на улице, до этого, как бы, я сидел только за компом дома, снимал вам, собственно, серии, чтобы вы были, так сказать, не в расстройстве, вот. И вы были не в расстройстве, вроде как первые два дня, пока я уехал, потом люди сховали все серии за два дня первых, и начались жалобы, типа, где видосы? Это, конечно, было самое забавное, потому что ты еще раз говорил, значит, об этом всем, и в телеге, и, значит, и на Бусте, и в ВК, но, видимо, людям очень впадло читать информацию, да, и, как говорится, хочется просто покричать, типа, «Где Сталкер? Три серии залил, и все, где Лонг Дарк? Ты че, на самом, самое интересное? Поход в бункер, поход на РЖДшку, а? Ты че? Куда он делся?» А я, значит, вот куда делся, и вот, наконец-таки вернулся. Короче, так, по новостям, блин, не, по новостям, на самом деле, там столько новостей, вы столько всего понаписали за эти серии, потому что пока отсутствовал более, так сказать, недели, серии-то выходили на ютубчике, которые были с Бусти, благо был запас там, комментариях поналупили просто миллиард, я, конечно, часть прочел, но часть, честно, не прочел, поэтому, думаю, вот серии следующие, там уже разберемся по информации, пока еще не готов, так сказать, к ней прильнуть, там ее просто слишком много, поэтому просто без инфы, вот сейчас будет такая лайтовая серия, значит, из того, что я помню, мы хотели сходить, так сказать, опять же, налегке, вот, в бункер, здесь недалеко, у нас, благо, есть кошки, это находится буквально за озером, собственно, просто его осмотреть, там, вроде как, есть шанс, что в бункере что-то будет, есть шанс, что в этом ничего не будет, как говорится, там, вот, 50-50, мы это дело посмотрим, вернемся обратно на базу, и дальше подумаем, что делать, в принципе, после этого, потому что, честно, когда ты не играл, так сказать, в игру две недели, у тебя не то, что пропал настрой, у тебя пропали идеи, ты вообще не в курсе, что делать, ручки отвыкли, я, честно говоря, две недели не трогал вообще, в принципе, мышку, поэтому сейчас я буду крайне плохо играть, уже, так сказать, той пыткости, которая была, при которой я, там, с дистанции в 30 метров сшибал кроликов, наверное, пока не будет, короче, это, как, знаете, ну, что-то типа рестарт, или, не знаю, сезон номер два, то есть, как будто, представьте, что первый закончился, вот, тем, вот, собственно, элитным заходом, да, я, вот, ушел, так сказать, на отдых, вот, команда, весь кастинг ушел на отдых, вот, сейчас они по-новому возвращаются, то есть, не совсем готовы, надо по-новому расчехляться, набирать опыта, и, поэтому, начинаем сегодня, так сказать, по лайту, вот, с походом, по локации, собственно, загадочного озера, наверное, не суперинтересно, после тех перипетий, которые были ранее, но, как бы, по-другому просто не получится, иначе я персонажа солью, и он, собственно, откинется, потому что, как бы, ну, он не прогрет, вот, на этом я болтологию заканчиваю, напоминаю, так сказать, про ваши лайки, про комментарии, про активности, ребята, подписки, там, на бусте, телеги, особенно телеграм, это бесплатно, то есть, там не надо ничего платить, просто, как бы, там вся информационная тема, которая есть, она, как бы, там происходит, потому что, как бы, курировать сразу в одно хлебало и дискорд, и в ВК, и, там, еще и бусте, не получается, да, то есть, одновременно, как говорится, все, поэтому, по инфе, все там, чтоб потом не было, там, не знаю, страшных вопросов, а как же так, он бросил нас, он бросил канал, я заплатил свои деньги на бусте, а новых серий не выходит, а на ютубе выходит, что за такое, вот, короче, телега чертовски важна, вот, ну, и, собственно, все, поехали, так, меня, аж, немножечко укачивает от того, что вижу на экране, слушайте, это просто ужас, если я еще не путаю, у нас, я так сказать, крайняя серия была в жесткой эйфории, потому что мы впервые вальнули, собственно, волка, ну, да, и он сейчас до сих пор там у нас валяется, значит, здесь за ждшкой, мясо, которого пока что мы трогать не можем, потому что у нас не хватает уровня работы с этим мясом, хотя мы уже очень близки, То есть, пятый левел наберем, и там вроде как можно будет хавать какое-то количество мяса хищников без проблем, без шанса, собственно, разразиться этими бактериями, которые, собственно, есть у хищников. Там всякие нехорошие бифидобактерии, которые разлагаются при поедании, собственно, трупов. Вот. Поэтому, как бы, пока что не можем хавать, пусть он там до сих пор у нас валяется и лежит. Вот. Шкуркой его мы сняли, кишки мы его сняли, это все мы подраскинули. Кстати, много было вопросов, касаемо волков, очень много. Это вот то, что я читал, так сказать, в поездке, заходил там, листал, собственно, комментарии. Касаемо моих действий с волками, то, что я сделал себе очень эффективное оружие, это лук именно с наконечником железным, и что он ваншотает почти всегда волка, что, мол, как бы, скидывая под себя факел, да, как это делают профессионалы, под себя факел кидаешь, агришь, собственно говоря, волка. Он тебя атакует, ты его стреляешь и промазать, мол, нереально, потому что он прямо бежит на тебя, у тебя лук, как бы, в лоб и там ваншот почти всегда. Но вот какая беда, ребята. Я крайне плохо стреляю, как мы это уже заметили, так сказать, за парочку серий. Это во-первых. Во-вторых, не стояло в планах, в принципе, заниматься волками до пятого уровня кулинарии. Сейчас просто свою стратегию объясняю. Да, это второе. Третье. По поводу шубы, я, опять же, сильно к ней не спешу. Я понимаю, что шуба тема прикольная, и без запахов будет волков отпугивать. Мы тоже дело обговаривали. Но, опять же, если будет хотя бы минимальный запах, волк атаковать тебя все равно будет. То есть, независимо от того, есть у тебя шуба или нет. И третье, это, конечно же, вес. Она чертовски тяжелая. 4 килограмма веса, как бы, это очень много. Короче, чтобы переходить на... Спасибо, сейчас попьем водички. Чтобы перейти, короче говоря, на систему новых шуб животных, надо где-то раздобыть, как мне кажется, лося и разобраться с сумкой. Как мне кажется. Может, конечно, я ошибаюсь. Поэтому я волков особо и не валил. Ну и плюс второе. Последние три серии у нас были, так сказать, серии жестких скитаний. Там разные, так сказать, скалолазания, походы в страшные, собственно говоря, долины Тихой реки. Было очень мало жизней. Чтобы волка, так сказать, на себя выманивать, надо, чтобы у тебя было хп-шек больше половины точно. Чтобы ты не шотался от него. Потому что каждый раз нажимать Аль-ТФ4, я думаю, это будет не круто. Мне это не простят. Поэтому вот. Наверное, как у нас будет ситуация. Я подкоплю себе хп-шек. Мы этим делом займемся. Вообще, у меня был план. Я про него уже рассказывал не один раз. Что есть одно читерское место. Насколько это честно или нет, я не знаю. Конечно, можно вот у вас спросить. Как раз-таки под этой серией. Вот комментарии, так сказать. Пишитесь, ок, это будет или нет. Мы сейчас можем. Собственно говоря, мы пойдем все равно на топе. Да, если идем в сторону РЖД-шки. Зайдем, значит, в кузню. В ту самую. Да, либо в эту, либо в ту, которая уже будет на самой РЖД. Кстати, это вот странная херня, что они две кузни расположили так близко. То есть, в игре всего-навсего, если не ошибаюсь, три горна на всю игру. Это вот топи РЖД и этот, за шоссе, где мы стартовали. Да, и как бы тут две находятся прям подряд. Очень странная система. Разработчики, мне кажется, немножко тупанули. Но не суть. Короче, на территории РЖД-шки можно будет сделать себе еще стрел. И там есть читерское место. Это сверху, с усадьбы, можно будет валить местного медведя. Который там ходит под тросом. То есть, можно будет его приманить мясом. Сесть сверху и по нему отработать. То есть, как бы это будет супер безопасно. Но это будет нечестно совсем. Хотя, с другой стороны, как бы хитрость. Это как бы и есть мощь человека. Да, то есть, у медведя есть его зубы, его, собственно говоря, масса, его сила. Его когти. У нас есть наша хитрость. Вот, как бы. Но, если что, пишите. Может быть, это баг и так нельзя. Хотя, это как бы не совсем баг. Это просто работа сверху, со скалы, по нему. Короче, ладно, разберемся. Вот. Но такие планы, как бы, они уже в голове моей есть. Вы не переживайте. То есть, мысли о том, что, как бы, надо переходить к каким-то более сложным вещам, более сковым. Они, как бы, в голове уже прокручиваются. Что, как бы, рано или поздно, ну, весь контент, который есть, основной, он уже закрыт практически. Осталось только найти себе, этот, как его, мешок спальный. И, в принципе, все. И дальше только экстравагантные вещи. Это, вот, тайники, собственно, этот, пеленгатор, эта рация, эти бункеры. Собственно, эти медведи, волки и лоси, как бы. Но я пока побаиваюсь. Еще честно вам скажу. Так, оленина. Да, мы там в прошлый раз поналупили себе до хера оленя. Фух, вроде выговорился. Слушайте, язык разработался. Это самое, наверное, важное. Ох, пошел запах первого уровня. Здравствуйте. Там, кстати, мне тоже комменты писали, насколько это правда или нет, я не знаю. По поводу запахов. Что пару раз, когда у меня запах был на экране, единичка проскакивал. Это потому, что у меня были пироги из кролика. Они, бывают, забагиваются и выдают тебе запах, единичку, который триггерит волков. Вот это, как бы, насколько это правда или нет, я не знаю. Но такие комментарии были. Так что можем иметь в виду. Так, бутылка воды, сковородка, вес 30 килограмм. И мы хотим спать, правильно? Как бы уже у нас наступает ночь. В принципе, идеально. Что можно пока сделать, пока мы на базе? Давайте посмотрим. Значится, по шматью. По шматью, по шматью, по шматью. Пока особо нам нечего чинить. Хотя вот штанишки, наверное, можно будет добрать сейчас чуть-чуть, да? Малеха, в принципе. Что-то, наверное, можно сейчас что-то даже прочесть, наверное. Опять же, та же книжка по кулинарии, если у нас такие имеются. Это раздел катуш. Мне бы найти кулинарию, книжечку. Вот, чтобы навык себе поднять. Дикая кухня, вот она. Это как раз-таки вот. А, остался час дочитать. Давайте сделаем. Плюс навык будет для нас. В принципе, неплохо. Я только за. Так, хорошо. Конечно, пятые левелы качаются прям, ну, плотненько, я бы сказал. Если учесть то, что кулинария, наверное, самая ходовая тема. Мы там много кусков мяса отжаривали. То другие, наверное, составляющие в этой игре. То есть, добрать пятый левел всего остального будет прям сложно. То есть, вот только книги. Книги в этом плане, конечно, сильно выручают. Так что, эта субстанция очень ценная. Так, разделка. Ща, подожди. У нас на базе была куча книжек. Я же оставлял. О, кстати, молоток. А я молоток, это новый, да, какой-то молоток? Или я забирал молоток с этой, с кузни? Вот, блин, вопрос. По-моему, я молоток там оставил. Или не оставил? Вот, блин, с башки уже вылетело. Просто молотков уже было очень много в игре, как бы. Мне кажется, молот должен быть свой отдельный, где-то на территории РЖД, как мне кажется. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Хрен его знает. Ладно. Кстати, по поводу книжек, еще у нас есть тема с проточкой. Да, у нас же там наши орудия труда. Да, они прям уже в хороших минусах, поэтому можно их, наверное, чинить, заточить. Поехали. Опять же, сейчас в этой серии будет много такого дела, которое не всем нравится. Это такие вкрапления, так сказать, информации, которые я просто закидываю, так сказать, не связано с тем, что на экране происходит. По поводу того, что я пару раз пытался открыть консерву, убирая, собственно, ножик с своего инвентаря, врубался топор. Да, это я видел. Это, опять же, странная система. Почему нету колеса выбора, я не понимаю. То есть, у тебя вот прокачивается перк, ты можешь скрывать консервные банки, не используя, как бы, ни консервный ножик, ни ножик, ни топор, как бы, да, просто руками без потери еды. Разработчики почему-то это пустили в какой-то странный самотек, нужно выкидывать все и открывать голыми руками. То есть, я выкидывал ножик, выкидывал консервный ножик, и у меня работал при этом топор. Он тратил там что-то 6% на открытие консервной банки. Это крайне тупо. То есть, вот есть в игре некоторые моменты, которые прям, конечно, вымораживают. Поэтому я это заметил, спасибо за подсказку. Скорее всего, буду с собой таскать ножик консервный. Хрен с ним, пусть лучше он. У него, как говорится, стоит приоритет, по-другому всего. Пусть лучше он тратится, чем, собственно говоря, все остальное. Чтобы я, как говорится, особо не парился. Потому что, я это называю просто удобство. Вот, есть такая игра, может, слышали, Escape from Tarkov. Вот там тоже много всяких фишек в игре. Но, там главные разработчики положили на удобство игрока. Не то, что хуй. Они там прям насрали на игрока. Извините за выражение. Вот, в Long Dark, конечно, не так все плохо. Но местами, местами, есть такие вкрапления, которые тоже, так сказать, слегка у тебя вопросы возникают. Это ж не такие прям глобальные патчи, знаете, как добавить карту новую. Это вот просто, ну, это меняется там за 2-3 патча, там, программиста посадил, он это дело порешает. Но почему-то они это не решали. Странная ситуация. То же самое, как было с клаустрофобией, когда вышла серия на ютубе. Там, конечно, у многих попробивало фейспалмы. Единственное, что меня радует, что мы на одной волне. Это тот случай, когда я ною, и, как бы, чат меня поддерживает. Что, типа, ебать. Клаустрофобия от того, что чел был в теплом, прекрасном, охуенном домике. Это, конечно, это была жесть. Она еще и забагалась там, залагалась. Ох. Я не знаю. То есть я бы, наверное, эту болячку оставил, клаустрофобию. Но, как ни странно, в месте, в котором сейчас она, наоборот, снимается. Это в пещерах. В пещерах ты можешь, как бы, чувствовать себя некомфортно. Ты зашел в какую-то природную, как бы, парубку, где возможны обрушения пород, где ты можешь умереть, как бы, это реально страшно. Это инстинкт, который отец от предков. И это логично. Но, блять, в теплом доме нет таких клаустрофобий. Наверное, в маленьком чуланчике, возможно. Блять, в двухэтажном доме. Просто чего? Так, подожди, 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 подожди. Подожди. Я пока болтал, потерял наш прекрасный стол. Это стул. Слева от него должен быть ящик. Тихо. Вот он. Айо, по-расте. Он только что же был. Вот он. Так, еще точилки у нас пошли. У нас их, по-моему, было очень много. Они там у нас по разным местам раскиданы. Сейчас мы их пока поиспользуем. Что он так сильно задышал? А, он спать хочет. А-а-а. Он спать захотел. А мы можем ночью работать в плане заточки? Короче, пока поработаем. Хер с ним со сном. Не так много он теряет жизней. Так что можем пока потупить. У нас просто реально, блин, сломались наши, как бы, главные устройства. О-о-о-о. Северное сияние, здравствуйте. Красиво, конечно, красиво. Спасибо, что вы здесь, да. Кстати, северное сияние. Слушайте, а там вот бункер, он открывается всегда наверху? Или только под северное сияние? Я вот об этом вообще пока не думал. Вроде, представляю, о том, что он работает всегда, этот бункер. Там какой-то странный бункер. Что он работает всегда. Даже на НГ, без сияния, вроде как. Так, я пока что не уверен. Так, попить. Дальше продолжаем работать. Пока, так сказать, рабочая домашняя утварь. Ножик, в принципе, почти готов. Вот топор у нас прям совсем плох. Надо будем позаниматься. Ну да, кстати, потери жизни вообще практически нету. Слушайте, видимо, самые жуткие вещи, которые убивают в этой игре персонажа по коэффициентам, это тепло и вода. Как ни странно. Что даже хавка и усталость тебя особо не сбивают в плане жизней. Спокойно работаешь, типа. Ну, окей. Так, ладно. Все, давайте. Заливаемся. По самое не хочу. У нас, кстати, водички-то мало. Да? Чистой. Хотя есть Акватапс. Подожди. Сейчас мы его бахнем, у нас будет вода. Ну и, в принципе, все. Похавать мы не хотим. Спать ложимся на максимальное количество часов. Десять. Поехали. Сейчас бац, клал страховия, блядь. Опять. В этом же доме. Флэшбэки вьетнамские. Ох, нихрена себе. Слушайте, я прям реально восстановил себе жизнь. Я прям очень заряжен, очень сейчас готов. Так, вес 29. Есть что-то в нас сейчас лишнее, что надо прям скинуть. Вот прям оно нам в походе не пригодится. В этом. В этом походе. Я думаю, да, наверное, можно сейчас будет скинуть. Прям на пол уроню, наверное, прям здесь. Точильный камень разрушенный. Наверное, выкину на улице его. Чтобы нам не мешал здесь. Значит, смотрите. Котелок. Наверное, оставляю. Там, судя по звукам, буря пошла. Нехорошо это, конечно. Так. Мясо, мясо, мясо. Мясо. Блин, мясо это волки. У нас еще и столько мяса. А хрен его знает. Ну, наверное, наверное, как бы у нас сейчас там будет такой поход быстрый. Сейчас через правую сторону мы, наверное, достигнем той точки, минуя всех волков. Как мне кажется. Конечно, могу ошибаться. Надеюсь, что я не ошибаюсь. Да, блин, в принципе, это скидывать особо больше нечего. Так что, наверное, так и пойдем. Хочется немножко походить, честно говоря. Типа, просто погулять, знаете. Чем-то таким позаниматься. Так. Плюс дополнительный вес. Схавать. Он уже просрочился. И мясо у Леня тоже схавать. Блин, еще, конечно, куропатки, зараза. Погода. Ну, главное, что есть видимость. По поводу, конечно, куропаток до сих пор. Да, это просто эпопия. Понимаете, эпопия. Именно вот таким ударением будем бахать. Конечно, хочется с ними разобраться уже, наконец-таки. Уже даже один раз мы вырубали эту куропатку. Попадали по ней. У нас тогда кирпичи, помните? В руках задрожали. Мы такие... Ать! Там, кстати говоря, некоторые писали, что типа... Ну, актер! Ну, актер! Попал в куропатку! Потом у него кирпичи полезли. Начал кидаться. Просрал тушку. Все ясно. Для контента он тут наигрывает. Напоминаю. Новоприбывшим подписчикам на канал не наигрываю. Это я реально как бы рукожоп. Вот. Могу местами там... Типа чай не догрел одну минуту. Там что-нибудь сломал. То есть это... Как бы для меня норма. Моя фишка. Кстати, температура не херовенькая у нас на улице. Ммм. Кстати, еще по информации. Там у нас возможно скоро вовремя появится... В нашем заходе модификация. Здесь, конечно, не сломает нам сейвы. Это очень важно. Один из подписчиков, так сказать, программист местного разлива, предложил одну штучку сделать интересную. Он уже сделал ее. Он уже даже показывал. Чтобы термос отображал свое тепло в процентах. Прикиньте. Такое возможно. Чтобы я прям видел, как он остывает по процентам. Это очень круто. Что возможно, если что ждите и это поставлю, будет кайф. И касаемо термоса, в принципе, тоже, опять же, комментарий ваш читал, что средняя работа термоса 2 часа игровых. Маловато. Мне казалось, что он там часа 4 должен держать, а он только 2, как бы. Не особо вау, я бы сказал. Но тоже неплохо. Все-таки это где-то примерно минут, там, 15 чистого хода в игре. Там 10. Ну, в принципе, нормально. То есть можно залиться и пойти с ним. Так. Волков не видно. Самое главное. Как говорится, медведя тоже не видно. А вот тот самый подъем. Загадочное озеро, западная сторона. Да. Это, это оно. Бляха, кстати, высоко здесь. Что-то я после той серии, когда мы шли с Милтона, спускались от этих моих приколов со скалолазанием. Сказать, немножко по-другому отношусь теперь, в принципе, к подъемам. Они стали более жесткими, чем мне казалось. Ой, еще и ветер пошел ебейший. А, буря началась. Слушайте, а бункер здесь сразу будет виден или нет? Его, в общем, нужно же найти будет сейчас для начала и не умереть. Хотя вот здесь подъем вообще легкий. То есть я не потерял ни сил, ни рука целая. У-у-у-у, ребята. Что-то пока что бункером не пахнет, я бы сказал. Так, ну бункер это такая стальная дверь, типа, в земле. Как бы сейчас не обосраться. Тут есть клён. Нам он пока что не нужен. Братья, а тут-то, слушайте, тут кусок-то земли немаленький. А я вниз как-то особо и не хочу здесь спускаться. Слушайте, подождите. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Блин, а то я зря пошел сюда. Надо было, наверное, для начала карту посмотреть. В интернетах. Ё-па-р-э-с-э-тэ. Блять, ну почему эта зараза поднялась сейчас? Тут березки есть. Знаешь, сейчас все шмотки просто намокнут, да и всё, пиздец. Тут даже негде сейчас разжечься, чтобы просто, так сказать, дело это переждать. Там книжку почитать. Ё-па-твою налево. Иду по своим же следам. Тут у нас слева, если сейчас пойти, будет трос. Тут был спуск, который я застал вниз спускаться. Ну, пошли спустимся. Вроде бы он обратно подъемный. Для хп-шки слетают просто пиздец, как быстро. Ну, это конец игрового мира. Это огромные горы. Так, а это пещера. Надеюсь, она будет сейчас пустая здесь. Ага. Давайте, как это? За женщин всех. Я поднимаю свой бокал за женщин всех. Ваше здоровье, чат. Ваше здоровье. Сука, он все это время был здесь. Вы прикиньте. Бля, это такая находка. Вообще насрать на этот... Насрать на местный бункер. Ё-па-твою мать, дружище. Ай, моя ж ты лапочка. Теперь можно и долину тихой реки, и, блядь, бурной реки. Нахуй, ау, не знаю, дно озера Байкала исследовать. Все, что угодно. Вообще плевать. Я ко всему готов. Так, ладно. На время, наверное, бурищи пока что-то греемся здесь. Да? Что по температурке у вас, смотри. Минус пять. Тут халява. Даже можно особо не распаливаться. Поехали. Это раз. И, говорится, это два. Так, без трута. Да, используем, значит, факел. Здесь палочку. Ох. Ну, теперь, слушай, все. Вот, вот я про это и говорил. Вот так вот мы легким движением руки, значит, этот гештальт закрыли. Из контента, оставшегося, так сказать, игрового, у нас только остались рецепты. И фонарик. И фонарик. Фонарик, который для того, чтобы ходить против волков по ночам. Все. Все остальное было, так сказать, найдено и сделано. Так, топливо. Добавить. Блин, я, кстати, я все выложил, да? Все, что было, все выложил. Сука. Ни баночек ни хера не осталось, блин. Да я, конечно, молодец. Я думал, сейчас что-то раз-раз быстренько схожу, заберу там все и вернусь обратно. А тут бац и буря. Конечно, весело. Так, ну это сейчас, кстати, плюс банка, по идее. Да, это же, это же плюс банка. Вода. Да, это плюс баночка. Можем сейчас пока себе воды понаделась. Чем еще можно пока заняться? Хрен его знает. Кстати, не скинул набор для шитья. Вот он где, лишний вес у нас есть. Нехороший. А, и не скинул точильный кемень. 100 грамм тоже лишних нам не нужны. Здесь у нас что? Куча чаев теплых есть. Сможно будет отогреться, наверное. Так, чаечки, чаечки, чаечки. Отогревайтесь прямо возле костра. Готовность, готовность. Холодно. Поближе. Сюда. Так, время у нас здесь 2.30. Это сейчас можно будет лечь, даже поспать здесь. Набраться сил, вы прикиньте. Так, закипание. Тут уже пошло пригорание. Не надо пригорать. Тоже заберем. Блин, а что сейчас делать на самом деле вот здесь, под такую бурю? Заниматься сейчас какой-то хавкой не хочется. Разогреваться смысла нет, потому что оно все протухнет. Конечно, можно книжки, наверное, почитать по часику, да? Сейчас книжки. До сих пор буря на месте. Неприкольно. Неприкольно, потому что вы до сих пор буря на месте. Время 2 часа. Блин, ну давай, давай впервые воспользуемся этим малышом. Ляжем поспать. Почему нет? Типа могу себе позволить. Кстати, подожди, готовить. А у нас нет там с собой сейчас березы? Есть. Сейчас еще, может быть, похиляться, пока посплю. Так сказать, вернуть себе доп. здоровья. Это или не чудо? Готовить. Да? Подожди, я, по-моему, не приготовил ни хера его. Что я сделал? Что, что я сделал? Дерезовый чай. Нет, он готов. Так, время смотрим. 2 часа 16 минут. 2 часа сна. Поехали. Пожалуйста, закончись. Там уже вечер пошел. Ну, блин. Даже не смешно, буря. Вроде прошла малыха. А, она закончилась. Так, 20 минут времени. Успеваем отогреться сейчас. Успеваем это все сейчас раскинуть. И даже, наверное... Это что у нас? Это у нас шиповник. Даже, наверное, приготовить еще шиповник. Успеем. Поближе. Шикарно. Спать где угодно. Это же великолепно. Плюс он еще дает тебе плюс 3 градуса температуры. То есть можно таким образом перекрывать, так сказать, некоторые негативки. Блядь, это просто. Спальник это... Это счастье. Силы восполнил. Похилялся. Ну, пиздец. Так, это забираем. Это забираем, забираем, забираем. Баночку, наверное, тоже заберем. Поднять. Так, теперь воспользуемся прекрасным тормозом. Туда сейчас закинем все. У нас одна баночка почему-то холодная. Я не понял. 6 минут. Время 4. Палочка. Добавить. Сразу выпью. Получу себе нагрев дополнительный. Так, ну все. Что, поехали теперь бункер искать. Правильно. Это мы скинули. В принципе, все. Это тоже, походу, дался. Вообще на бункер насрать, каким бы он ни был. Прекрасная местность. Тут, кстати говоря, вот так, если нет бури, не так уж и страшно. То есть, ты видишь все эти подъемы, все эти склоны примерные. Когда просто лежишь в бурю, да, в белую, в молоко, непонятно. Там, как бы, есть возврат потом наверх. С этого спуска. Или его, как бы, не будет. А так все, в принципе, видно. Так, ну бункер, это дверца в этой. В железяке. Они обычно скрытые. Типа, там, за камушком, как-то там, там, сныкан по Финтиперсому. Там у нас березовая роща. Тут, если не ошибаюсь, тоже какой-то вторичный заход. Вот в той тропе, на которую я наступал в начале, когда выходил с домика. Есть, я ничего не путаю. Опять же, я такие участки локации не знаю хорошо, к сожалению. Тут я бываю крайне редко, поэтому извините. Так, это надо протыкивать. Надо собрать все записки. Так, вот это куда сход? Это на ЖД-шку, буквально. Это сейчас вот мы находимся. Здесь у нас выход на этот. В саму топь. Мы уже вот находимся вот здесь. Двери бункера пока не видел. Пошли искать. Сказано было, что здесь есть бункер. Потому что, опять же, ребята ошиблись в подписчиках. То, что нету его на НГ. Я про это спрашивал много раз, что, типа, может, на НГ его не будет? Они же вроде подрезаны на НГ. Посоветую, что он есть всегда. Сейчас посмотрим. Так, кролики бегают здесь. Есть береза. Береза просто, ну, спасает очень сильно. Где он может быть заныкан в теории? Блин, вообще, интересно, есть шанс найти дверь бункера? А! Только я сказал, собственно, нашел. Ориентир, получается, березовая роща. Буду, буду теперь знать. Ну, поехали, зайдем в него. Да, он рабочий всегда, кстати говоря. И что у нас в этом бункере? Нам нужен сейчас свет, наверное, чтобы лучше осмотреться. Здесь у нас полка, здесь у нас нычка, в которой нету ничего. А там дальше темно, к сожалению. Сейчас придется разжигать спичку. Так, бункер, бункер. Ну, это чисто такое, так сказать, сейв-место, если ты его знаешь, оно у тебя есть. У нас он оказался полностью пустым. Но на лице моем ноль расстройства. Потому что, блядь, спальный мешок настолько перекрывает все бункеры этой игры, что я рот топтал. Здесь можно поспать, если вдруг что. То есть, поднялся. Здесь место безволковское. Есть березы, есть кролики. В принципе, сейв-точка интересная. Ну, а так здесь пусто. Конечно, в игре есть бункеры и побогаче. Но к ним и позже вернемся. Так. Наверное, все. Здесь, наверное, все. Надо спускаться, идти обратно. Наверное, сейчас раскидываться. Как-то этот день доживать. Да, надо сейчас вернуться до ночи на базу. Хорошо поспать. Затариться водой, едой. И, честно говоря, у меня прям, ну, вот после этого спальника, как будто, знаете, силы приросли. Я как будто выдохнул криптонит, будучи этим суперменом. И теперь чувствую то, что, да, в принципе, можно все что угодно делать. Горы по колено, все дела. Так что... Хочется выдвигаться на РЖД. Теперь уже получается с мыслями о том, что я иду туда либо за медведем, либо реально за ресивером туда на аэродром. Потому что, ну, как бы спальник все. Спальник вот он. Мы-то думали о спальнике, то, что мы найдем вот там. Ну, на РЖДшке. А теперь, как бы, нет. Тут можно слезть, не потеряв хлебала. Просто спускаться там по тросам не хочется вообще. Тут, кстати, какая-то интересная пещерка находится. По-моему, в прошлый раз мы уже находили ее. Кстати, а по карте, по зарисовке у нас там ничего не было в том месте? Тайник? Нет, не было, да, у нас там ничего. Есть какая-то фотография с этой точки. Там поднимаешься, там отрисовка почти всей локации. Это я помню. Тихая поляна Дэева. А, мы тут не были, получается. Или были? Нет, не были. Пусто. Сейчас, подожди. Этот. Как забрать себе уголек? Тут нет уголька, что ли? Как так-то, е-мое. Хотел уголь забрать. Ну и, в принципе, все еще. На этом... Пещерка закончилась. Тихая поляна Дэева. Блин, с одной стороны плюс, с другой стороны. Реально, я немножко подпросил. В том плане, что... У меня, как бы, была эпопея в голове. Что сейчас, как бы, вот мы доходим до РЖД. Там пробираемся в усадьбу. И там находим спальник. И чисто, вау. Оттуда потом валим медведя. А тут херак. Нашли вот такого, просто, бесхозно валяющегося... Вот здесь, в пещере. Блин, теперь с еще план возник. А может быть, нахер РЖД-ху и вернуться обратно... В эту? В долину Тихой реки? Она прям понравилась мне, честно говоря. Интересная локация. Так, вот здесь сейчас, главное, не обосраться. По-моему, я обсираюсь. Сейчас я выйду, нахрен, к переходу... В топе. Как будто слышал Куропатку на секунду. Это контент, который еще остался, так сказать, незакрытым. Это Куропатки. Кстати, вот теперь они играют еще больше смысл, чем раньше. Блин, может сейчас пойти в этот же день проверить еще Куропаток, постараться наверху? Если не ошибаюсь, теперь там можно с помощью... Или там нужен медвежья шкура. В том плане, что там же теперь есть какой-то... Вроде бы есть новый какой-то спальник, который ты укрепляешь Куропатками. Ну, по этим пухам. И он там какой-то более сильный. Или мне кажется? Сейчас, наверное, проверим эту тему. Так, хочется подускориться. Похер на силы. Нет, я идеально вышел, слушайте. Прям к базе. Тропа у озера. Я не чувствую мои ноги. Подожди, подожди, подожди. Это я топчусь или на месте, или что это такое? Блять, Куропатки на месте. Куропатки точно на месте. Слушайте, похер на все. Так, чай сюда. Пошли за Куропатками сразу, наверное. Так, дополнительные силы бабахаем. А, это походу флаг развивается. Только сейчас понял. Думаю, что за звук такой странный. Это, скорее всего, флаг развивается. Да, как будто шаги такие мягкие. По снегу. Вот, 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 вот. Тихо. Блять, как она хорошо стоит. Малышка, не двигайся, пожалуйста. Я тебя умоляю. Она села. Психический приступ. Аж давление поднялось. Блять. Ребята. Блять, записывайте, короче. Доставайте двойные листочки. На полном серьезе. Вот эти люди. Знаете, это с спорта идет. Вот, со спорта. Может, знаете, у такого человека есть в интернете. Андрей Смаев. Есть такой сейчас блогер, самовучка, который там занимается, собственно говоря, там, жим, там, штанги лиожи, там, приси, там, подтягивания, вся хуйня. И вот он, короче говоря, никого не слушал из про-атлетов, которые им говорили о том, что в спорте, как бы, чуть ли не важнее, чем твои, так сказать, тренировки, это ищи правильный отдых. То есть ты, когда хорошо отдыхаешь, иронизму заебись. Потом только в плюс ты выстреливаешь после хорошего отдыха. А он такой, нет, я потеряю форму, это все хуйня, надо ебашить каждый день. Короче, доебашился до того, что у меня теперь трещина в руке. Вот. А мог, как говорится, отдыхать, и было все хорошо. Я это к чему? Периодизация. Я до этого пыхтел, 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 пыхтел. А нужно было что? В Питер съездить, отдохнуть, ебать. Вернулся. Спальник сюда. Куропатка сюда. Короче, ребятки, нужно отдыхать. Если вы немножечко подустали, надо отдохнуть. Это как бы важно. Так. Хорошо, хорошо. Давайте смотреть. Что у нас с куропатки получается? Это милая, милая личика. Ебать, как будто, я не знаю, какой-то лебедя вальнул. Целая тушка куропатки. Можно срезать съедобное мясо или собрать пух. Вообще нужно, блять, все. Там 4 пера. 3 часа времени. Чего? Трата 800 килокалов. Ты ебнулся? Что? Так сложно снимать пух с куропатки. Там, кстати, там же еще и блюда с нее делаются. Там бульон сейчас сделаем. Блять. Вот это, конечно, пошло. Так, подожди. 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 2 часа 8 минут. Это если я буду заниматься с ножиком. Охуеть. Тогда, наверное, можно постепенно, наверное, работать. По 30 минут времени вот так вот. Постепенно будем работать. Кстати, по поводу куропаток. Не знаю, я вообще это говорил или нет. Тоже из важных комментариев. Оказалось, что я не совсем понимаю принцип работы инструментов. Короче, когда работаешь с верстаком, надо всегда класть себе в рюкзак свои инструменты качественные. Они понижают тебе время крафта и всей хуйни. Просто пассивно из, собственно говоря, инвентаря. И я там мог сильно время сэкономить в прошлый раз, когда занимался крафтом. Опять же, это вот из результата того, что называется удобство. Почему бы это где-то не подсветить? Что у вас включен бонус от инструментов? Было бы, наверное, неплохо. Но разработчики этого не сделали. Опять, рандомные мысли вслух. Ваши комментарии вспоминаю и комментирую, так сказать, уже по ходу дела. Так. Сейчас посмотрим, что у нас еще по крафту есть, наверное. Подожди, давай это пока отменим. Что у нас там вообще, в принципе, имеется? Не, не здесь. Вот здесь. Так, рыбная приманка. Значит, волоки. Волоки прекрасные. Шкура оленя, кишки, сухой молодой клеток. И он пока, вот тоже контент интересный, но пока не пользуюсь им. Пока не пользуюсь. Но, возможно, будем пользоваться попозже. Так, жерлица, рыбная приманка. Это все мы уже познали. Вот, это у нас спальный мешок из медведя. Это вот он дает нам просто невероятные бонусы. Но это из медведя. Так, здесь у нас по вещам. Значит, мех, шуба, лосиная шуба. По хпшкам костер. А тут нету нихера, слушайте. Что-то я не совсем понял. Подожди, это странно. Может, она находится где-то здесь у нас? Березовая коралла. Пух. Значит, желуди измельченные. Здесь труд. Здесь, значит, шиповник. Мох. Кошка, шуба. Мех, кролик. Олени, шуба. Лосины, руки. А штаны. А где вообще какая-то информация про перья эти? Улучш... А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Требуется, значит, 10 пухокуропатки. Три ткани и спальник. И ты получаешь улучшенный пуховой спальный мешок, который там супер, собственно, теплом и так далее. Вот он, красавчик. Так, подожди, стоп. Это мы нашли одно, а теперь второе. Там еще писали про то, что можно использовать пух как подкладку, вроде как где-то вот здесь, что ли. Там какая-то создается штука, которая вот сюда в доп-слот ставится. И она более-более теплая. Вот только где это крафтится, не понимаю. Ну, еще раз. А, лопух приготовил. Подожди, лопух это хорошо. Желудин. Это еда, да? Это что у нас здесь? Грибы рейши, револьвер, желуди, приманка, пуля, рыбная приманка, обмотки для рук, топор, нож, лосины, труд, удочка. Вот, вот она, вот она, утеплитель. Вот он. Требуется 5. 5. А, слушайте, ну, в принципе, типа, одна куропатка, это я... Ну, это я, так сказать, вышел в бульон. То есть, пока что нихера мы не можем сделать. Вот она, простой базовый слой из пуха. Носите, чтобы согреть тепло. Плюс 2 градуса температуры, защита от ветра. Небольшая. Вес, кстати, имеет нехуёвый для пуха. Но, как бы, ставится в доп-слот, который у нас пока что свободен. И, наверное, в дальнейшее время таким он и будет, потому что, как бы, сумка это еще не скоро. Так что, можно будет себе, в принципе, его сделать. 5 пуха. У нас сейчас, получается, будет 4. То есть, нужна будет еще одна куропатка. Ну, будем, наверное, искать. Так, хорошо, хорошо. Тогда, значит, пока можно, наверное, пух оставить, заняться вот чем. Мясо, которое собирается очень быстро. Бульончик сейчас будем делать. Единственная у нас сейчас проблема какая? Это чем греть наш прекрасный котел. Надо сейчас, наверное, пойти глянуть, потому что у нас, по-моему, по деревяшкам... По деревяшкам у нас все не очень хорошо. Блядь, сколько ж здесь я всего раскидал в разные места, что просто ужас. По-моему, деревяшек у нас свободных там не было. Осталось там буквально 3 палочки. Этого крайне мало. Тут у нас дохера еще тимофеевки, чтобы покушать. Книжки на борщейны. Понятно. Короче, тут у нас палочек нету. И, по-моему, угля у нас тоже с собой уже не оставалось. Я все потратил. Так сказать, в прошлых баталиях с погодой. Здесь тоже нихера. Здесь кишки, значит, шкурки. По поводу, кстати, шкуры оленя тоже вот вопрос интересный. Это, конечно, плюс дополнительный вес. Можно ли носить двое? Я просто это не знаю. Вот информация. Вот сейчас я сделаю и пиздец будет. У нас как бы хватает шкуры и кишок. Просто можно ли двое таких носить? Просто вот шапка нет. Как бы она не надевается две. Как бы, понимаете, нельзя так сделать. Шубы тоже нет. Нельзя. Но там хотя бы логично. Типа шуба на шубу. Можно ли двое штанцов носить? Вот непонятно. И как бы тоже информации. Найди в интернете. Да, как говорится. Что мы тут должны... Должите все подсказывать, что ли? В интернетах ищи. Может можно, а может... Нет, хуй его знает. Так, по разжиганию, да. У нас вообще нули. Надо идти собирать что-то. Или что-то ломать. Наверное, ломать пока впадлу. Я оставлю... Я оставляю здесь сакуутварь. На случай, если будет какой-то страшный день, я буду внутри дома ломать и крушить все. Так, только можно без... А, хотя подожди, я сейчас волка убил. Может, волка какое-то время не будет здесь в этой локации, пока я его ебнул. Как вариант, знаете. Так, веточка, 7 минут времени. Халява забираем. И здесь тоже. Там же волка мы ебнули. Возможно, он какое-то время теперь у нас пока что поотсутствует. Это ли не чудо? Ну, а там время вроде бы недолго. Он потом возвращается сразу у него. Камбэк. Пойду гляну на его труп. Кстати, а он на месте еще или он уже исчез? Так, это сломать мы сможем. Но это, блядь, час времени на улице. Это я... Охерею. Так, а мы сейчас запахом нихеровым, да? Сейчас, если я выйду на волка, нам будет пиздец. А нам палочки нужны. Вот они, вот они, вот они лежат, красавцы. В обнимочку. Точнее, он один, потому что оленя мы разобрали уже полностью. Шо, братик, как жизнь? Как ты, мой хороший. 5 килограмм мяса в нем. Сгнивающего и прогнивающего. Ну, пока здесь тихо. Блядь, и палочек нету. Поначалу, конечно, что палочек до хера, потом, когда тебе нужно, блин, они вот все вокруг дома собранные, как говорится, а дальше идти впадлу. То есть, конечно, можно сломать какую-нибудь таблетку, в принципе, не проблема. Пока светло, да? Наверное, сейчас этим делом мы и займемся. Не буду терять свои жизни. Тебе большие хрен сломаешь. Вообще, вообще нерентабельно. Потому что, конечно, в будущем, когда, опять же, ситуация будет какая-то жуткая, придется и их ломать по погоде. Но пока что у нас ситуация не жуткая. Там еще вот там впереди есть какие-то палочки, да? Опять же, это большие бревна. Ну и вон нахрен. Что? Вы слышали? Она вернулась! Сука! Блядь, и вторую промазал. Ах, слушайте, она почему-то не улетает, она пошла пешком наверх. Видели? А нет, улетела, все, взлетела. Блядь, тут, конечно, была видимость херовая, потому что снег, ночь, особо не видно ее. Блин, прикиньте, она вернулась после того, как ее подружаньку убили. Такая смелая и глупая, одновременно, птичка. Блядь, сейчас, кстати, был шанс себе сразу сделать прокладку эту, утепляющую. Эх, ладно, ладно, не буду расстраиваться. Давайте, эти негативные эмоции, нахуй. Просто, вообще, их не существует. Жизнь слишком прекрасна, поэтому насрать. Так, куропатку мы собрали. Нам нужно сейчас подняться наверх, там разжечься. Да, у нас хватит на сколько времени? У нас там палочек 10 штук, блядь. Маловато, надо что-то пойти сломать сначала. Нет, просрал спичку только что. Так, час времени, ломаем. Все, великолепно. Сука, как же я просираю спички нещадно? Про это уже многие раз представляют, что ты, когда слышишь звук черкаша, это ты спичку просрал уже. То есть, как бы, конечно, сейчас мне весело, от того, что я это так тыркаю. Но по факту, как бы, у нас там, ну, спички, как бы, еще есть, да, будем честны. Но уже, как бы, видите, не прям вау цифры, типа, 33. То есть, особо, как бы, не разгуляешься. Надо, как бы, это иметь в виду, что на улице во время, там, обеда нужно разжигаться с помощью, стараться с помощью лупы. Пока у нас нет еще огнива, как бы, я так вальяжно прям тыкаюсь, но спички в игре ограничены, просто по факту, они конечны, понимаете? Так что, как бы, надо это иметь в виду. Так, что за приколы? Извините, можно разжечься? Сейчас будем бульончик делать, скоро паточки. Ой-ой-ой-ой. Опять же, прокачка кулинарии будет идти. Нам нужен запас воды, еда, у нас есть. Олень, хорошо отоспаться. Блин, какая шестокая оленя, у нас там килограмм 6, идти сейчас в топе. Сука, страшно будет, наверное. Так, добавить сюда древесину, добавить сюда факел разрушенный, факел тлеющий добавить сюда. Но все, время пошло. Так, теперь надо покушать, наверное, первостепенно. Спать мы не хотим, все, успокойся. Вот, ешь пирог, запивай водичкой. Так, подожди, там же, наверное, вода для того, чтобы делать бульоны. Давайте посмотрим. Свежая куропатка, это ее чисто пожалеть херня. Для бульона требуется полтора литра воды. Ааа, охуенно! Требуется килограмм куропатки. У нас попалась маленькая куропаточка. Хер мы сделаем бульон, прикиньте. Та еб твою мать, а шо ж ты... Блять. Короче, та вторая куропатка была чертовски важна. Прям чертовски. А, ну, кстати, можно без бульона, можно просто какую-то рагу себе сделать. Для более качественного сна, вот, например. Первого ранга блюда. Требует от нас бульон. Точнее, требует от нас куропатку. Ну, давайте сделаем его хотя бы для начала. Ааа, требуется тоже бульон. Пиздец, требуется и куропатка, и бульон. Ну, великолепно. Так, а че есть на сковородке? Давайте посмотрим. Блинчик и лепешка. Тоже ничего, да, классного у нас такого здесь нету. Ну, мука, там, пирожки, да, это сейчас, конечно, можно приготовить. А, ну вот, можно сделать себе пирог из куропатки. Он без минусов, просто плюс переносимый вес максимальный. Масло, мука, куропатка и водичка. Блять, ну. Грустно, конечно, грустно. Чуть-чуть. Так, нам потребуется масло и мука. Где-то она у нас здесь была. В большом количестве. У нас все, что хочешь, в принципе, и есть. Грустненько, конечно, грустненько. Так, пирог из куропатки. Но, кстати, он третьего ранга прокачки. Скорее всего, будет иметь большое влияние на сам навык. Так что, как бы, тоже в этом плюсы выгребаем. Готовится он аж целый час. За это время сейчас можно будет чем-то заняться. Так, ремонта у нас нету ткани. Херово. Тогда можно сейчас пока что за 30 минут разделать себе перья оставшиеся. Надеюсь, перья не воняют. То есть, их можно будет с собой таскать сколько угодно. Так, время у нас здесь. А, ну, в принципе, добираем куропатку полностью. Спасибо, ножик. Бля, я не представляю, кстати, если ножик 32 минуты дает за один сбор пуха. Это ж там какие-то, наверное, часы вообще без ножа. То есть, без ножа ты просто никто в этой игре. Так, пригорание забираем. Еще можем сделать себе такой. Из куропатки. Где он? Нехватка у нас и мяса, и нехватка у нас... Понял. Значит, осталось только ее просто приготовить. Готовим. Водичка, кстати, хрен знает. Наверное, можно себе, в принципе, запас поболеть сделать. Пусть делается. Так, топливо. Там вот какая-то еще была книжка, которую можно было уже сжечь. Да, какая-то книжка у нас была. Подожди, это кухня. Кухню я уже прочел полностью, поэтому... Можно сразу закинуть, в принципе, кухоньку. Добавить топливо. Быстро готовится, быстро кушается. Великолепно. Но по хавке у нас на эти дни, в принципе, тут есть что как бы хавать. Беда в том, что оно, сука, воняет. А там волки будут и медведь, не знаю. Конечно, если я просто пойду по топям, по прямой, просто вот полечу чисто на скорости, то, в принципе, на волков насрать. Я буду просто идти. И все остальное вторично, третично и так далее. Так, расслабление. Время у нас идет. Что можно сейчас сделать? Наверное, дальше поточиться, скорее всего. Да? Потому что топор там они спасли, нихера. Ему так же плохо. Очень низкие топорьи проценты. Вообще не рабочие. Как раз таки полночи поспим. Ну, в принципе, все идеально. То есть, сейчас хватает нам сил, чтобы на марш-броски добраться просто до РЖДшки. Наверное, я не пойду. Не буду заворачивать с РЖД никуда. Не пойду я, наверное, ни в этот... Не в кузню эту. Просто поперем в саму РЖД. Такие-такие планы сейчас. Так, закипание. А, еще 40 минут времени у нас есть. 40 минут времени. Тогда до упора. Точим до конца. Раз у нас столько времени имеется. Блин, а вот сейчас реально, если по факту, братья, какие у нас планы? Слушайте, надо думать. Я доберусь до аэродрома. Подниму эту штуку. У нас откроется доступ к ремонту вышек. Это, конечно, классно. Но появится эта ебучая электробуря, как доп. явление дневное. Угу. И че? Да и хера узнает и че. Так, это мы забираем время. 20 минут времени готовить нам особо здесь, кажется, нечего. Поэтому, наверное, пусть пока догорает. Я просто потачусь. Пойду спать. Виакоепно. А, он, в принципе, работает и в ночи тоже. Тогда, типа, дотачимся до конца и спать ложимся. Так, здесь хорошо. 98, здесь 80. Блин, на камушки тратятся эти, в принципе, неплохо. Но там вроде навык качается, да? С каждым разом тоже он же подымается. Там потом будет все быстрее и все лучше идти заточка. Тоже навык, вроде бы, заточки где-то в игре имеется. Вроде как. Или я че-то путаю. А, ну подожди. А, вот, навык с точки у нас вырос. И 70 баллов. Он здесь, по-моему, нету, да, у нас в списке. Но такой навык у нас, в принципе, в игре есть. Буду иметь в виду. Так, ладно, хорошо. Тогда вот, что мы сейчас делаем. Кушать. Кушать, пить, спать. С утра скидываюсь и просто выхожу. Кровать. Ну, наверное, 6 часов это минимум сна. 6 часов минимум. А лучше, наверное, все, все 8. По хпшкам идеально, кстати. Сейчас даже можно с волками работать. Так, утро наступило. Силы максимальные. Я думаю, надо сейчас максимально быстро действовать. Максимально быстро. Не теряя время, честно говоря. Давайте, что мы сейчас сделаем. Скидываем сотку, оставляем два покоцанных. Ааа, еду брать с собой, наверное, никакую не стану. Вот эти вот именно всякие там муки и прочее, соли. Найду что-то. Хотя, блин, соли редкая штука. Наверное, с солью можно с собой одну баночку взять. Одну. Вдруг получится там разобраться с куропатками. Буду бульонить. Вот там же опять, там у нас будет довольно большая усадьба. Так что там, скорее всего, какая-то еда у нас будет. Так, тащили на камень скинуть. Книжки. Кленовый сироп 200 грамм. Пиздатые блинчики, да. Но требуется, опять же, мука. Хрен знает. Мне кажется, просто он пропадет, скорее всего, со временем. Сейчас я его не использую. Давай, наверное, с собой кленовый сироп возьму. Консервный ножик, опять же. Придется брать эти 250 грамм лишних. Потому что тратится мое внимание, так сказать, на контроль ситуации с ножиком. Так, лупа у меня с собой одна. Это я скидываю. Здесь обезболы. Оставляем которых вот 8 штук. Антибиотики, обезболы, повязки. Дальше. По вещам. Ничего лишнего. Все свое. По хавке. 4 куска мяса. Пирог. Сейчас, наверное, с собой еще немножко возьму. Тимофеевки. Или не буду брать. Заберем часть в пути на самой локации. Так, здесь баночка. Наверное, нет смысла, чтобы брать с собой котелок. Котелок слишком силен. Он прям хорош. По поводу рыбной приманки. Я даже не знаю. Наверное, вряд ли. Надо брать с собой какие-то приманки. Как, в принципе, и удочку, наверное, брать с собой не. Хотя. Они как бы особо вес это не имеют. Вот, ну, кроме жерлицы. Жерлица, конечно, имеет вес. 300 грамм. Если брать просто удочку, она веса как бы, ну, не имеет. Это, блядь, 20 грамм она весит. Плюс там приманка еще копейка. Наверное, можно с собой взять на случай, если вдруг получится что-то половить. Так, здесь я не вижу этого. Гвоздодера среди общего списка. И ножовки не вижу. Ебать, килограммчики-то полетели, да, сразу вверх. Фонарик брать надо с собой 100%. Точильный камень целый берем на будущее, да. Простые стрелы забираем с собой тоже. Бля, это, кстати, даже без котелка я уже прям по весу присел. Так, нехеровенько. Пу-пу-пу-пу. Вот так вот идти, когда ты прям берешь прям все, типа, я готовлюсь ко всему. Вот суп не получается. Книжки, скорее всего, читать, наверное, буду. Дополнительные книжки брать не стану. Корень мяса. Ну, хрен знает. Вроде, вот, вроде взял все, что хотел, но по весу 32 килограмма. Сейчас, конечно, можно под водички немножко попить. Как будто... А, еще котелок. Сколько у нас? Еще килограмм веса. Ебать. Да еще килограмм веса. Ёба-боба. Так, здесь книжка у нас. Стрелебал в фронтире. Револьвер. Оружейник. Носочки, повязки. Антисептик, кстати говоря. У нас антисептика, по-моему, если сейчас будет какое-то заряжение, тоже пиздец. 0.7. Есть, конечно, мох. Моховые повязки, да? Которые гораздо меньше весят. Ладно, буду надеяться тоже, что нас просто не покусает некая товарь. Как бы чертовски важно. Так, здесь у нас что? Кишочки. Ремонтироваться, наверное, не буду. Масло у нас я и так взял с собой до хера. Муку брать не стану. Ремонтные наборы фиг бы с ними. Морковочка. Блядь, давай одну возьму. Какую-то покоцанную. Но ремонт, ну, вроде бы, нам не нужен. Я не знаю. Что там у нас по шмоткам? 80. Ну, вот у таких шмоток. 81. Хотя, блядь, они тоже уже неплохо сломались. Ремонт. 30 минут времени. Блядь, ну, давай поремонтируемся. Сейчас, ну, просто не будут валяться эти вещи, да, как бы, в бесполезном грузе. Давай сюда еще отремонтируемся. Ну, это опять же страта времени. Поехали. Сейчас уже обед будет, блин. Не проскочу, сука, локацию. Не проскочу просто, понимаете? В чем беда? Сейчас локацию не проскочу. Я хотел в топе просто пролететь на ноге. Каким-то чудом. Походу, это не выйдет сделать. Так. Вещи, 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 вещи. Перчи. 86. Такие, как будто они еще норм. 92 еще норм. 86. Типа, они еще как бы нормальные все плюс-минус. 92 вообще как бы чинить не хочется. 92 тоже, наверное, не хочется чинить. Не, наверное, это я трогать не стану. Это вот тогда оленя пока просто сейчас закину сюда внутрь. Вот эти шкурки. 32. 300 у нас по весу. Есть лишние книжки. Но я взял вот буквально в Z's all вообще. Все, что мог в поход. Взял все. Хавку сейчас доедим. Похаваем, так сказать, до максимума. Блядь, да ладно. Все, короче, нет смысла китики мять. Просто, просто поехали. С собой инструменты такое не беру, наверное. Смысла в этом нету. Сейчас буквально чуть-чуть цепану себе Тимофеевки. Набор, вот, кстати, швейный. Хватит ли мне этого того, что есть? Сука. Но он, кстати, не очень много весит. Поэтому, наверное, стоит с собой взять на прозапас. Мало ли что. Тимофеевка. Буквально, не знаю, там, 6 штучек. Это НПЗ. На случай, если я прям сильно буду тупить. Как овощебаза. Страшная. Здесь инструменты ничего с собой брать не буду. Ножовкой я с собой взял уже одну хорошую. Это уставляю антисептик. Это древко стрелы. Готовая, кстати. Весом 100 грамм. Вдруг там горн заработает. Я себе сделаю стрелы. Блядь. Я вот опять вот это. Все вот это вот планирую. Столько вещей, типа, за один заход. Оно так не делается. Я просто понимаю это головой, что так эта игра, блядь, не играется. Понимаете? Вот настолько прям я упоролся. Вообще взял все. Где-то еще были перья ворона, да? Который я скидывал в каком-то гигантском количестве. Просто так не играется лонгдарк. Типа, ты какие-то вещи, там, один-два пункта запланировал, их делай. Если ты пытаешься, типа, сделать сразу миллиард, ничего не получится. Итого вес, ну, в принципе, 31, если не просирать, как бы, ничего. Как будто ок. Погода сойдет. Хотя дует нам ебало, потерянная скорость у нас сейчас. Куропатка вторая не вернулась, правильно? Повторно. Самое, наверное, пугающее из всего сейчас, это наш вес. Тут, как говорится, очевидные вещи. Фу, наш вес, наш запах. Потому что я воняю, как бы, кроликами, оленями, точнее. Сейчас выход на топе, это, это пиздец. Но у нас есть спальник, есть стрела. Хер знает. Блядь, ну ветер просто ебаный, кстати. Я зря сказал, что погода хорошая. Погода дерьмовая. Прям идем крайне плохо. Он буквально мне вхлебало дует. Будем сейчас идти вечно. Смотрите, чай закончился. Класс. Это волк, да? Что это за камушек черный? А я же воняю. Подожди, я водичку пью. Да нет, сейчас холод вообще не проблема, брат. Хотя, конечно, улица прохладная, я бы сказал. Ну, сейчас первый пункт добраться до базы этих, браконьеров. Там распалиться чуть-чуть. Нам бы, конечно, перед этим делом как-то слегка подзапастись деревяншками маленькими. Так, ветер слегка у нас сменился, стало попроще идти. Ну, реально, у меня сейчас желание просто это дело все проскочить. Хотя, вспоминая локацию РЖД, там пиздец. Там, честно говоря, будет куча волков. Надеюсь, к этому времени я просто схаваю всех своих кусков мяса оленей. Там ужас. То есть... О, он дует наверняка в спину, я пошел ускоряться. Там на протяжении всего пути, включая как бы саму базу эту, автомастерскую, везде, блядь, ебущие волки. Просто везде. Стыдом не можешь как бы сказать волкам, точка нет. Там с ним приходится работать. Это грустно. Но как бы что поделать. Но это будет сильно после. У нас сейчас доцелая будет эпопея с... Еще этот медведь странно, я еще и воняю, блядь. У меня с ним были приколы, когда я был даже без запаха. Он там нас пытался атаковать через текстуры, блин, поезда. А уж сейчас так вообще, наверное, будет капец. Блин, конечно, по здоровью задница страшная. Сейчас просто я потеряю, наверное... Сейчас если идти в один заход, не отогреваясь... Потеряем хп-шек мы много. Это не прикольно. И здесь тоже молочный белый дым. Хотя вот кажется, что вот она, РЖД-шка. Ой, точнее, браконьеры. Вот они, я уже отсюда их вижу. Рукой подать. Ну, волки будут стоп... Бля, может реально ему въебало дать, слушайте. Перейти в режим агрессии. Слегка подускорюсь чуть-чуть. Хотя данная точка, как бы, не совсем точка спасения. Там, если у тебя нету костра в этом бронзбойде. Вроде... Я не знаю, там вот тоже люди пишут о том, что, типа, они не могут зайти туда внутрь. Не могут тебя проатаковать внутри базы браконьера. Ну, короче, баги там бывают. Меня там атаковал и медведь, и волки. Через текстуры вообще просто за здравствуй. Кстати, а вот и хавка, которую хочется пособирать. Блядь, может реально, слушайте. А где лук? Сука! А куда улетела, блядь, стрела? Вопрос. Ебать, жизней ноль. Надо идти отогреваться. Вот про это люди писали. Там, говорит, промазать нельзя по волку. Ебать, в касание могу промазать, в касание. Блядь, а нам отогреваться нечем. Слушайте, это, походу, реально финал. Я накаркал сам себе. Сейчас посмотрим. Сейчас у нас здесь медведь будет, да? Проверяйте. Пошла агония, пошла. Ебать, меня повело. Да, блядь, ну дойди ты до этой базы. Ну, пиздец. Нет, палочки есть, хотя бы какие-то минимальные. Ой, пиздец. Вот эти приколы с его хождением, это, конечно, сильная тема. Да заходи ты, сука. А он все, он умирает. Да, блядь, ну что за идиотия? Пиздец, все, да? Все, все, я умираю. Он не отогревается, слишком холодно ему здесь. Пиздец, я просто не могу добавить топлива, прикиньте. Ой, блядь. А что можно сделать сейчас, я даже не знаю. Разложить сюда, сейчас отогреться немножко, наверное, можно. Не, он умирает, все, все, сдох. А-а-а! Блядь, да честно, мне честно говоря добавить даже больше нечего Мне добавить больше нечего Я не знаю, какая-то по-моему полная хуистика Мне волк оторвал, я ебать кликал как сумасшедший, мне волк оторвал просто, у меня там было больше 7% хп Он мне сорвал вообще все, блядь, весь кабинет, не знаю Полноценная, стопроцентная Я честно сейчас даже какой-то опустошенный, на игру обозленный и как будто больше даже в нее играть, честно говоря, и не хочется Мне кажется, я выжил максимум того, что я мог сделать на НГХе Да и хуй с этим новым контентом Блин, а серия-то наоборот как будто была супер позитивная И значит этот, и спальник мы нашли, и куропатку ебнули Просто захотел волка ебнуть, промазал с метра, я не знаю У меня конечно есть сейвы, я буду, так сказать, честен У меня есть сейвы, но они серии 5 назад были Мне столько будет впадло переигрывать Я перед заходом в долину Тихой реки скидывал сейвы Чтобы если там я обосрусь, то как бы ну, был шанс отыграть Потому что там все-таки была новая локация, совсем и очень тяжелая Если там, как говорится, обосраться, то это как бы не зазорно Там я был вообще не готов Я в очередной раз, мне кажется, это, по-моему, третий раз Где я заканчиваю свой заход на топях Прошлый, который был на 20 серий у нас, я закончил в топях И этот тоже заканчиваю в топях Степень изученности мира 43%, места 117, дней 41 Калории средние, часов бодрствования, часов внутри Время снаружи, бла-бла-бла, шоссе, вся хуйня 290 волков по ходу игры было мое встречено Выигранных драк с волками 2 Драк с волками 2 Убитых волков 2, но он, кстати, сдох Убитых кроликов 21 Собственно говоря, на этом все Мне, честно, добавить больше нечего Я... что сказать? Наверное, я вот был, видите, все-таки две недели не игры Да и, ну, сейчас как бы, ну, очевидно, надо было, наверное, LTF4-кать Я не знаю Хуй знает Мне казалось, что у меня очень много жизней есть ножек Но почему-то здесь на НГХе эти волки какие-то перемноженные До сих пор я считаю, что волк самая тупорылая система в этой игре Которая меня просто выбешивает Бесконечно И это просто какой-то ужас Добавить мне больше к этому нечего Извините Скорее всего, это финальный был заход До выхода пятой главы сюжета О, еще и подошел медведь Играть в Long Dark, выживание, я более не хочу На Сталкере уж тем более После 40 дней выживания на НГХе Стартовать на Сталкере смысла не будет По поводу нового контента Ну, как бы, извините В очередной раз мы не добрались до этих антенн починки Но, честно говоря, мне кажется Этот контент, как бы, нас особо-то и не скрасил У меня, конечно, было еще пару планов, которые я хотел осуществить Вот, с медведем, с тем же Да, хотел, собственно говоря, позаниматься, поразвлекаться С лосем, хотя бы просто попытаться Вот, блядь, сдохнуть в битве с лосем Наверное, было бы не так обидно, как опять с ебучим тупорылым волком Короче, не знаю Не хочется негативить, но смерть реально какая-то странная Наверное, наверное, есть шанс того, что сейчас я немножко остыну Пару недель И я все-таки, наконец-таки, для канала пройду эти Челленджи, задания Там же есть квесты внутри игры, различные Вот, ну, микрозадания, которые там есть Называется, по-моему, испытания У меня там, по-моему, что-то всего два штуки пройдено С ивентовых за все время Остальные там штук шесть я даже не играл Вот их, наверное, как локальные квесты Можно будет поиграть Кассабельное выживание Для себя я все гештальты закрыл Собственно говоря, за все годы моей игры в Long Dark Каков вердикт? Вещи, которые меня в этой игре бесили Они до сих пор здесь остались И являются ублюдскими Волки в этой игре абсолютно тупорылая Какая-то вообще субстанция Которую я буду ненавидеть до конца своих дней Вот Но было и много позитивного Так сказать, были эмоциональные качели Конечно, были и Alt-F4 Было много чего интересного Я честно старался Это не какая-то подстава Ни в коем случае Сыграл, собственно говоря, как мог Спасибо за просмотр Спасибо за поддержку Ставьте лайки Пишите комментарии Всем удачки Пока-пока